Дагестанский поисковой отряд города Хасавюрт принимает участие в вахте памяти по местам сражений в Великой Отечественной войне города воинской славы Малгабек, Республики Ингушетия. 19 июня после торжественных проводов участников отряда в администрации Хасавюрта студенты городских колледжей прибыли на место работы третьего ежегодного полевого лагеря поисковых отрядов Северокавказского федерального округа «Малгабекская оборонительная операция» в рамках Всероссийской вахты памяти-2018. На торжественной церемонии открытия заместитель глава администрации Хайбула Умаров поприветствовал участников вахты памяти от имени главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова и отметил важность проводимой работы. От лица главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова хочу еще раз поприветствовать вас самым красивым приветствием. Ассаламу алейкум ва рахматуллаги ва баракату. Республика Дагестан и Республика Ингушетия, это два братских народа, они всегда были и остаются им. И сегодня наш приезд этому подтверждение. Все, что прошло здесь, конечно, к счастью, эта война, благодаря нашим предкам, всем воинам Советского Союза, враг не прошел. Вот здесь он был остановлен. И опять-таки, к счастью, Дагестан не почувствовал ту боль, которую почувствовали здесь жители Малгабека. И не случайно Малгабек является городом воинской славы. Хотел бы передать наши поздравления и маленький презент от главы нашего города, Зайнудина Адобеговича Акмазова, мэру, главе Малгабека. С большим удовольствием передам. Так, это наши мастера. Вот такая ручная работа. Я хочу поблагодарить коллег, гостей наших за такой подарок. Ну, и у нас есть обычай, когда холодное оружие дарят, то обязательно надо в цене определиться. Поэтому я при всех свидетелях приобретаю, покупаю у тебя за эту сумму. Я продаю. Ас-салам алейкум. Спасибо вам большое. Люди, которые соприкоснутся с историей войны и увидят тяжелые ее последствия, будут иметь большую любовь к пути созидания и мира, сказал Умаров. Проект Дагестанской региональной правозащитной организации «Наш дом», поддержанный главой города Хасаюр Зайнудином Акмазовым, при содействии Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, реализуется при активном участии дагестанской студенческой молодежи. Каждый поисковик, он прежде всего историк и человек неравнодушный. Поэтому поисковая работа всегда начинается с архивов, с архивных документов. И поэтому это люди, те, которые непосредственно своими руками, в прямом смысле этого слова, прикасаются к истории. Потому что поднимая документы, поднимая архивные материалы, изучают не по учебникам, а по этим архивным материалам. И уже выходя непосредственно на места сражений, своими руками, пропуская через них не один кубометр грунта, сталкиваются и с артефактами, непосредственно с боеприпасами, с теми предметами, которые составляли быт красноармейцев, командного состава. Это и бывают непосредственно материалы, документы. Редко, к сожалению, уже, но тем не менее. И поэтому, как можно оценить работу? Часто задают этот вопрос, как можно оценить работу поисковика? Если захоронен там один, два, три, пять, нет. Даже если подняты останки одного бойца. А еще, если повезет, установлено его имя, и этот солдат вернулся с войны, фактически его захоронили с воинскими почестями, но лучше награды для поисковика, по-моему, нет. Кроме поисковых работ, в рамках полевого лагеря пройдут обучающие семинары для школьных поисковых отрядов республики. Председатель регионального отделения поискового движения России в Ингушетии Беслан Дзейтов поблагодарил гостей, участников и отметил, что все больше возрастает внимание к поисковой работе, создаются школьные и студенческие поисковые отряды. Я с лица Народного собрания и лично председателя Народного собрания Республики Ингушетия Явлоева Зелимхана Султанхамиджа хочу поприветствовать участников полевого сбора поисковых отрядов Северо-Кавказского федерального округа на земле, на Малгобетской земле, на земле, где прошла Малгобетская оборонительная операция. Как сказал предыдущий оратор, на этом месте враг был остановлен. Благодаря этому дальше не прошла смерть, не прошли слезы, не прошла кровь. Отсюда враг был повернут назад. Ту работу, которую вы проводите, она очень значима. Вот девушка выступала со стихами, как четко все там отражено. Бескорыстно, на общественных началах. Поставив себе девизом, фразы произношенных. Никто не забыть, ничто не забыто. Вы ежедневно занимаетесь этой кропотливой, может быть, для кого-то и неблагодарной, но самой главной и нужной для нашего подрастающего поколения работой. Работой по укреплению духовно-нравственного воспитания нашего поколения. Спасибо еще раз. Удачного вам начала работы, удачного полевого сбора. Поисковые отряды Северокавказского федерального округа будут проводить раскопки в местах прохождения передовой линии и фронтах в ходе Малгабекской оборонительной операции 1942-1943 годов. Студент Дагестанского строительного колледжа города Хасавюр Трезван Сапарбаев говорит, что находясь на земле, где когда-то воевали предки, чувствуется большая гордость. В школе текст читают, а тут, например, все снаряды, какие были, и там шлема, которые пробиты пулями. Ты более-менее понимаешь все равно, что, как это было. Текст это, да, говорится, но когда ты видишь, это больше понимаешь. Ну, они рассказали, что в годы войны это единственное здание, которое вообще уцелело. Там немцы на первом этаже конюшню сделали, на втором свой штаб сделали. Что они зимой специально воду сливали, там, говорит, под ним родник, чтобы люди залезать не могли. Они падали и подстреливали их сразу. Тут они говорили, что очень много людей погибло. Тут-то металлоискательный ходит сразу, там видно, что много снарядов, всего это. И они очень хорошо объясняли все. Интересно. Из Хазавюрта в Ингушетию отправились 11 участников. Пробудут они там на протяжении недели. Проект «Вахта памяти-2018» направлен на повышение патриотического духа у подрастающего поколения и укрепление межнациональных и межкофессиональных отношений. Стоит отметить, что руководство города приложило все усилия в плане организации и подготовки поисковиков к участию на раскопках. Для всего состава была приобретена спецформа и сопутствующая экипировка, предназначенная для использования в полевых условиях.